друзья всем привет это продолжение темы по сборке системы на 400 литров и сейчас я хотел бы вам рассказать о своем оборудовании но прежде хотел бы сказать вам что на канале все разложено по полочкам для этого нужно зайти на сам канал нажать плейлисты и там все по папочкам на нариф на 400 разное как делить фраговать кораллы то есть там все очень удобно все по отдельности и так сборка морской системы на 400 литров и мой выбор оборудования самое затратное морской системе это конечно же оборудование и как ни крути если хочешь красивый риф придется потратиться я не встречал еще ни одной красивой баночки где было все идеально на оборудование типа и так сойдет ну типа колхоз ставим важную роль в системе имеет течение каждый уголок в банке должен продуваться иначе будет скапливаться detrit застойных зонах что неблагоприятно влияет на параметры воды также чревато ростом нежелательных водорослей ну послушав отзывы бывалых моряков мой выбор пал на помпу течение джекот cp55 то есть не именно на эту модель а именно то что широкой широкий поток ну взять взял эту помпу не по своему объему мощнее два раза то есть ну советуют около 10 объемов получается по течению я взял чуть помощнее для того чтобы помпа работала не на всю мощность и вследствие чего шум просто минимальный ну и запас конечно же знаете сами что со временем мощность теряется помпу течение и помпу подъемную я заказывал с китая через посредников посредники находятся в красноярске помпа течением не обошлась в 5211 рублей и доставка за нее полторы тысяч это доставка по саму китаю и доставка с красноярска до иркутска вот так она у меня установлена сбоку ну обзор на нее наверно нет смысла делать тут все понятно моторчик два ротора сидит она на магните только магнит двух сторон вот написано опасно очень сильный магнит пальцы прижимает будь здоров где же контроллер стоит на него как видите работает он самый минимум вполне достаточно на мой объем представляете как она как она дует если включить на всю это просто ураган ну и так как она работает на минимум и и вообще не слышно что опять же огромный плюс подъемную помпу я также взял намного мощнее не 10 амивов прокачки целых 20 ну опять же исходя из шума и запаса мощности вот так она у меня установлена в третьем отсеке не обращайте внимание на всякие заросли это нормально чтоб самки заросли главное чтобы они не были в дисплей так такая вот трубка идет на 40 размер от нее и ее контроллер вот так он выглядит работает сейчас на 29 ватт мощности получается вот на 53 процента на у меня работает и и тоже не слышно вообще это у меня пришел скиммер и еще оборудование помпы тадали вы по мелочи скиммер у меня называется coral box d500 ну вообще скиммер по мощности лучше брать на два своих объема считая конечно же вместе с там по так как это сердце системы и самочувствие кораллов и обитателей напрямую зависит от него также можно скиммер смотреть по воздуху то есть объем прокачиваемым воздух он должен быть равным или не меньше объема вашей системы если же вы хотите держать более требовательные организмы то объем прокачки воздуха им должен быть конечно же больше ну вот из чистенького он становится вот таким грязненьким это говорит о том что он работает он выдевает привод отходы жизнедеятельности кораллов вот так он настроен на более сухую пену вот так должен выглядеть скима как чефир по охлаждению стоит у меня вот такой вот кулер четырьмя вентиляторами но пока им пользоваться не приходилось так как летом даже в жару там по 30 по 35 у меня кухня расположена в такой части теневой что температура выше 25 26 не поднималась вот такой кулер вот с таким контроллером вставляется температура все он ее поддерживает стоил 26 он будет постоянно охлаждать взял я ее на всякий случай его потому что всякое бывает и перегрев системе это не очень хорошо так как кораллы сразу стрессанут и могут начать расти какие-нибудь низшие водоросли нехорошие как в болоте освещение больная тема моряков вечные споры ну кто-то паяет сам кто-то покупает на алиэкспресс покупает бушную или у тех кто занимается морскими с морским светом паяют кто-то ставит т5 кто-то мг ну что будет бюджет бюджет не тут конечно понятно лично мне не хочется заморачиваться сидеть паять собирать проще купить готовый продукт с рассветными закатами и разными настройками подвернулся мне вот такой светильник макс пект обошелся он мне около 18 тысяч рублей взял его у хорошего своего знакомого который проживает в германии то есть если кому-то нужно что-то из оборудования можете в принципе обращаться ну погрелки тут как бы без разницы можно любую ставить главное чтобы она подгоревала воду на вашем вот так выглядит автодолив насос датчик вот еще два датчика обычно один-два датчика на автодоливах на моем случае их три то есть и один основной два аварийных то есть когда вода испаряется включается датчик замыкается и поступает водичка пресная если вдруг какой-то попал мусор или там улитка заползла датчик не отключается аварийный стоит датчик на перелив включается замыкает сразу цепь и второй датчик аварийный это на опустошение банки с осмосом то есть если воды становится меньше датчика уровня то он выключает подачу воды но это пока все время настоит не на своих местах еще по поводу водоподготовки на сегодняшний на рынке предоставлено очень много вариантов по стоимости от четырех с половиной тысяч рублей до 15 тысяч рублей то есть как к за четыре с половиной тысячи рублей люди пользуются все в порядке так или 15 где используется насос для большей производительности как видите аквафор гейзер барьер а тол мой выбор пал именно на тол так как очень много хороших отзывов вот так он полностью выглядит из 5 из 5 ступеней и еще кран для питьевой воды вот я его установил вот так все компактненько с ним идет бочонок где есть мембрана сколько там литров я уже не помню литров по моему 8 водичка туда накапливается под давлением потом выливается вот стоит кран водичка на кран идет через пятый фильтр минилизатор не советует использовать после минилизатора воду в поэтому я вот синий шланг я врезал до этого минилизатора чтобы водичка сразу шла после осматической мембраны мерение космоса на выходе я пользуюсь вот таким т.д.с. метром это прибор для измерения общего содержания всех рассоленных воде и веществ у меня показывает двоечку слышал что допустимо от 0 до 5 хотя недавно была единичка водичка маленько постоял и уже двоечка не столь страшно можно использовать вот такой прибор я думаю он больше вам знаком купить его можно где угодно хоть на алиэкспресс хоть в магазине ну и у меня все спасибо за внимание всем пока и и и и и и и